Из чего делают протеин? Сыворотка – это жижа, а еще конопляный протеин. И ничем не отличается от йогурта. Привет, друзья! Некоторые до сих пор с настороженностью смотрят на протеин и не знают, протеин – это натуральный продукт или химия. Надеюсь, уже все понимают, что протеин – это всего лишь белок в переводе с английского. Это очень импортно. В этом видео я расскажу, как делают протеин. В интернете гуляет много запутанной информации со сложными терминами. Я расскажу, как всегда, коротко и простыми словами. Поехали! Из чего делают протеин? Все зависит от вида протеина. Бывают сывороточный, молочный, соевый, говяжий, яичный, гороховый, пшеничный, а еще конопляный протеин. Разберу на примере самого популярного сывороточного быстрого протеина. Что такое вообще сыворотка? В последний раз напоминаю, вей в переводе с английского – сыворотка, а не название какого-то бренда. Это уже не смешно даже. Абсолютно. Вообще у нас очень много видео о спортпите. Как выбрать, почему протеин с молоком нельзя мешать, как правильно пить. Так что подпишись на канал, чтобы не забыть посмотреть. Класса И вот тут. Вернемся к сыворотке. Ее получают после изготовления сыра. На производстве из молока выделяется два продукта – сыворотка и творог. Дальше творог уходит по назначению, а сыворотка будет использоваться для производства протеина. В нашем случае. На данном этапе сыворотка – это жижа и содержит всего 13% белка, поэтому требуется дополнительная обработка. Дальше идет пастеризация и фильтрация. Пастеризация применяется для обеззараживания продуктов, а также продления их срока хранения. Для этого сыворотку обрабатывают при помощи высоких температур, чтобы убить все вредные микроорганизмы. Это обычный процесс для большинства молочных продуктов, которые мы встречаем на полках магазинов. Дальше фильтрация. От нее зависит, какой процент белка будет у сывороточного протеина. Убирается лишняя лактоза, молочный сахар и жиры. Процесс точно такой же, как и для молочных продуктов. Вы же можете выбрать в магазине процент жирности молока или творога. Тут все точно так же. В зависимости от фильтрации белка может быть от 50% до 95%. Отсюда и название концентрат, то есть концентрированный белок. Следующий этап – сушка, то есть превращение жидкости сыворотки в привычный для нас порошок. По сути, купив протеин и размешав с водой, мы делаем обратный процесс. И вот только сейчас сывороточный протеин попадает в компании спортивного питания. Или даже удивлю детского питания. Ну а компании уже изощряются как могут и придумывают, как бы нас с вами удивить. Делают миксы разных вкусов. Например, всякие шоколады, карамели, тирамису. Добавляют витамины и минералы. И пищеварительные энзимы для лучшего усвоения. Кто-то добавит кусочки фруктов или красителя, чтобы коктейль был похож по цвету. В общем, все то же самое, что и с йогуртами, кефирами или заквасками. Кстати, многие производители заявляют, что мы производители протеина. Хотя на самом деле являются ну на 50% таковыми. Почему? Минуту назад я рассказывал, где происходит отделение сыворотки и превращение ее в порошок. Правильно, на молочных заводах. А компания спортивного питания получает эту сыворотку в мешках, добавляют щепотку ванили, витамина С, может быть. То есть, по сути, придумывают рецепт, размешивают это все и рассыпают по упаковкам. Таких компаний большинство, и это нормально. Поэтому даже в Украине и России есть большое количество маленьких компаний, которые называют себя производителями протеина. Они просто покупают импортную сыворотку, добавляют вкус и рассыпают по пакетам. Но есть компании, которые имеют собственное производство. Например, Optimum BBSN принадлежат концерну Glambia, у которого есть огромный молочный завод по производству сыворотки. Если не знал эту инфу, поставь лайк. Так что же, натуральный продукт или химия? Протеин ничем не отличается от йогурта. Вкусовой наполнитель тоже может быть натуральным. Взяли сыворотку, добавили какао или ваниль. Ингредиентов минимум. Вот теперь, думаю, все точки расставлены, и все стало понятно. Протеин – это часть питания активного нормального человека и не производится на каких-то секретных лабораториях с непонятных веществ. Спасибо за просмотр, друзья. Мы ценим ваше время и стараемся максимально коротко рассказывать о спортивном питании. Каждую неделю новое видео. Подпишись на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok